Всем привет! Сегодня будем делать лепешку с мясной начинкой. Мне сложно сказать, о какой кухне это относится, потому что сейчас все настолько перемешалось, поэтому сегодняшний рецепт будет интернациональным, потому что лепешки это обычно какое-то восточное направление, а сверху у нас будет такая мясная пряная начинка с баклажанами. Лепешки будут дрожжевые, поэтому начинаем все с подготовки дрожжей. В теплую воду засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем их на несколько минут, чтобы они активизировались. Теперь в дрожжевую смесь нам остается только просеять два вида муки с солью и добавить одну столовую ложку масла, после чего замесить тесто в течение пяти минут, затем переложить в миску смазанную маслом и оставить еще настаиваться 30 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Тесто у нас получается с запасом, поэтому вы можете либо сразу использовать все, сделав несколько порций, либо скатать тесто в шарик, завернуть в пленку и заморозить до того момента, когда вы снова захотите это все использовать. Что мы делаем дальше? Мы выбранный кусок или все сразу раскатываем в такую длинную полоску и перекладываем на противень и пока оставляем в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь остается сделать начинку. Для этого мы все ингредиенты, кроме кедровых орешков, смешиваем и выкладываем поверх лепешки. Заранее нужно запечь баклажан на гриле. Идеальнее всего, конечно же, запечь его на мангале, но если под рукой нет мангала, то сойдет и духовка. Мы его запекаем, остужаем, снимаем кожицу и нарезаем в произвольном порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я сверху добавлю еще немножко масла. Посыплю все кедровыми орешками и немножко молотого перца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запекаем мы все это при 240 градусах около 15 минут. Но смотрите, за степенью готовности мяса. Может быть, у вас чуть-чуть больше уйдет времени, либо чуть-чуть меньше. Вот через 15 минут готова отличная большая закуска. Остается ее только посыпать свежей зеленью рубленой. Я использую также петрушку для свежести и красоты. Можете заменить на какую-нибудь другую. Сюда также хорошо подойдет кинза, если вы ее любите, потому что она хорошо сочетается с говядиной, баклажанами и кедровыми орешками. Блюдо готово. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!